здравствуйте друзья доброе утро движусь я на работу а сегодня вторник 9 февраля и сегодня такой в общем-то интересный день в стране потому что в штате нью-хэмпшир происходит выбор вот эти primaries да то есть когда активисты там и сотрудники там работники партийные и у демократов и у республиканцев они голосуют на внутренних таких партийных выборах как бы пытаясь определиться кого из кандидатов партия будет значит выставлять на президентские выборы в ноябре и нью-хэмпшир исторически всегда был первым местом но много лет был первым местом где первым штатом где шло голосование и было было такое поверье ну то есть не то что поверье а статистически как бы это оправдано было что вот выборов результаты выборов штате нью-хэмпшир как бы практически предсказывают исход выборов уже таких окончательно но это частично правда потому что это действительно было почти безошибочно где-нибудь в пятидесятых шестидесятых семидесятых и восьмидесятых вот 40 лет на протяжении почти 40 лет вот там где-то они отсчитывают с 52 по 88 год вот там как что действительно было практически безошибочно а дальше начались какие-то флуктуации и ну что делать значит значит начались флуктуации и сейчас это уже не настолько сильно позволяет что-то спрогнозировать сколько уже просто интересно и штаты разные специфичны по-своему вот скажем айова где до этого первый раз собирались неделю назад голосовали в понедельник на той неделе айова там вот евангелисты да там здесь нью-хэмпшир он такой либеральные очень и я не хочу сказать прям коммунисты сплошные но такой вот левый такой левый штат это не только нью-хэмпшир это вот например берни сандерс который быть потесняет сейчас потихоньку значит клинтон шоу он из соседнего вермонта вообще вот это вот как бы территория такая значит либерально и тут что еще получается что вдруг резко буквально за несколько дней но буквально за несколько дней стали изменяться результаты опросов общественного мнения и клинтон которая вела с очень хорошим солидным таким перевесом вдруг по последним опросам вот буквально произошедшим уже после после айовы да то есть вот за последнюю неделю у нее есть как бы небольшой перевес национальный но совсем минимальный там типа 45 процентов против там 42 у сандерса вот так и такого плана и это произошло то она растеряла очень солидное преимущество буквально за несколько дней и сама клинтон пытается отыграть это все как вот но это вот значит сандерс он такой там регионально популярный человек вот там в этом нью-хэмпшире там вот этот вермонт и она там все вот это вот и в общем это никак совершенно не скажется на результатах ее избирательной кампании там и так далее и действительно свое время и клинтон проиграл нью-хэмпшир вот он заодно и айова тоже проиграл он помогу проиграл но не суть то есть то есть там там не светит абсолютно то есть в нью-хэмпшире клинтон не светит от разговора даже нет но они пытаются это все отыграть как вот какую-то такую региональную популярность и что в национальном плане у них нет особых проблем а то что вот сейчас вот действительно что-то перевес то как-то резко сократился но никто не говорил что будет легко вот такая фраза значит пошла что она знала что это будет все непросто ну так как бы в победе уверенно и так далее мне это напоминает немножко как обама выскочил из ниоткуда казалось бы клинтон что да ну то есть лидировал как я не знаю что и вдруг какой-то там черный мальчик прибежал и вот на тебе значит вот как бы ситуация начинает напоминать немножко вдруг какой-то другой мальчик прибежал но это известный мальчик конечно они они друг друга хорошо знают вот некоторое оживление знаете если раньше такая движуха происходила на республиканской стороне и вот там вопрос был такой вот неужели трамп сможет получить там номинацию вот на республиканской партии то сейчас движуха пошла уже с двух сторон думают неужели вот седой мальчик там бёрни значит вдруг сможет победить такую такую махину как клинтон а бёрни будучи вообще левым таким ну то есть совсем левым он в некотором смысле как бы сказать двойную что ли там двойная ставка происходит потому что ты можешь конечно говорить что надо ограничить деятельность корпораций значит они там грабят население они там тут и там там и так далее то есть как бы это очень такой коммунистический лозунг и он имеет большую популярность у левых потому что вот корпорации это зло а простой человек значит это добро но тут есть тонкость дело в том что во первых корпорации дают деньги на предвыборные компании так значит не то чтобы они из воздуха берутся или допустим там пенсионерки там по десятке скидываются вот от этого людей день это во первых во вторых во многих штатах корпорации как вам сказать ну создают много рабочих мест понимаете и хорошо там в калифорнии много компаний там все а есть такие места где вот буквально одна-две компании если ты их ограничишь или что-то такое с ними сделать а пол штата без работы останутся то есть это тоже так как бы не непростой фактор например тот же сандерс он выступает против субсидий сельскость аграрному сектору и ну давайте а может быть пару слов скажем это ему было про проблемы некоторые в айове душа его это сельскохозяйственный штат существенный там выращивается много и там люди ну то есть как бы что такая волна что если если вот он не дай бог там сейчас отменит вот эти субсидии то мы и тут как раз и поговорим но значит для того чтобы сельское хозяйство соединенных штатов не как сказать не сгорела в конкурентной борьбе когда рынок то это густо то пусто рынок лучше рынок хуже если будут колебания то фермер просто будут из бизнеса выходить и поэтому фермерам дают некоторую дотацию денежную за не превышение квот на производство чего-нибудь то есть они бы с радостью произвели больше и никто им не мешает произвести больше но им говорят если ты не будешь больше вот этого производить мы тебе денег дадим поэтому так странная такая система да значит и вот это давно уже существует и как-то поддерживается определенный уровень вот этой вот как бы продовольственной безопасности пош никто не хочет чтобы фермеры начали разоряться через снижение центом от перепроизводства они могут перепроизвести так что на весь мир хватит и в общем да но тут еще что произошло для того чтобы как-то снизить зависимость нефтяную и цены понести так далее одно время начали вот этанол добивать добавлять бензин а этанол производят ну вот таким сельскохозяйственным путем то есть выращивают культуры дальше их перерабатывают и соответственно получается такая история что раз сельскохозяйство там субсидировано то и производство этанола тоже как бы субсидируется я так это без деталей но мое понимание такое что это тоже связано с субсидиями то есть то что бензин от этанола становится дешевле это в частности происходит за счет налогоплательщик тоже не не так просто все но не суть и вот он в айове выступает и говорит мы должны отменить субсидии мы должны значит вот это плохо поэтому к чему я говорю что правые тезисы что левые тезисы они не безобидны для кандидатов они могут в той или иной степени в том или ином месте подрубить как бы основы жизнедеятельности того штата или там благополучия или этого штата и так далее в общем другое дело что конечно сельское хозяйство и как-то назвать сельскохозяйственный пролетариат это не та аудитория который апеллирует преимущественно там либералы они конечно больше там с таким организованным рабочим классом массовым имеют дело профсоюзы вот это их категория города большие там где бедных много там где много людей на пособиях социальные программы пожилые люди в элфер вот вот это их как бы конек они они вот к этим апеллирует как бы такая ближе к европейской модели понимание жизни вот так что да интересно на нее посматривать я не хочу сказать что я как-то сильно кому-то из них симпатизирую или допустим мне хочется чтобы кто-то из них победил я так сказать не могу но во всяком случае это все очень интересно это все очень очень интересно и даже когда мы смотрим что вот по результатам опросов там чего-то выросло чего-то упало я в прошлый раз когда рассказывал про выборы в айове тоже вот там была такая тема что лажаются компании которые делают опросы неточностей много то есть что-то такое наговорили наговорили а потом бах не получилось и вот вот это вот ну извините да значит вот это вот ну извините становится все более таким как бы частым и масштабным и что-то у них там в технологиях подправить такое ощущение поэтому вроде говорят что тут на опросах что-то изменилось я не знаю там с чем это связано с методикой подсчетов с реальной перемены в настроениях избирателей с какой частотой они дальше будут меняться настроение избирателей в общем много много чего впереди вот наверное на этом я дежурство наш по америке себя складываю ждем вечера сегодня идут идет голосование народные массы штата нью-хэмпшир значит движутся к избирательным участкам вот и мы ну либо к вечеру хотя может быть это будет глубокой ночью здесь у нас в калифорнии а там у них будет еще более глубокой вот видите в айове они до 6 утра там что-то тасовали перетасовывали вот так что но если будет более организованно может быть это раньше произойдет но собственно ничего не изменится от того узнаем мы раньше или позже как мы мы все понимаем что ни на что не влияет но во всяком случае прикольненько в этом в этом что то есть какая то значит движуха как то вот едешь по сонной дороге но солнышко светит но вот небо голубое но вот тучки там мама с коляской прошла вы знаете а тут вдруг такое вот но почти планетарного масштаба значит мероприятие интересно весь мир следит за миранием сердца потому что ничто не влияет на выбор на жизнь людей в других странах за пределами соединенных штатов как вот избирательные кампании в самих соединенных штатах во всяком случае ожидание того что влияет очень большое я вот когда спрашиваю там а вам то что люди как да вы что да это влияет на это и на то ну значит вот весь мир значит наблюдает я помню одного человека который говорил что правильно было бы чтобы президента соединенных штатов выбирали всем миром вот как бы всей планетой потому что влияет на всю планету а не только на тех кто в америке живет вот такая интересная точка зрения тоже бывает все ребят счастливо